В селе Капчига и Аксайского Аилу-Кмюту во время вооружённой агрессии Таджикистана сгорели все жилые дома. Сейчас многочисленные завалы на территории села расчищаются силами МЧС, а энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения. К сегодняшнему дню мы полностью отремонтировали электролинии. В Лейлекском и Баткенском районах было повреждено 20 фидеров. Это питающие линии. Мы их все восстановили и пустили электричество. Также заменили 21 трансформаторных подстанций. С 14 по 17 сентября таджикская сторона нанесла серьёзные повреждения объектам электрических сетей области. Были разрушены несколько трансформаторов и подстанций, перерезаны линии электропередач. Ряд приграничных сёл полностью остались без электричества. По предварительной оценке ущерб составил более 15 миллионов сомов. «Мы подсчитали материальный ущерб, нанесённый электроснабжению на 95%. Вышла цифра в 15 миллионов 352 тысячи сомов. В отдалённых сёлах мы ещё раз проведём оценку ущерба. Думаю, что по окончательным итогам подсчётов может добавиться ещё 500-600 тысяч или даже миллион сомов». Жители, чьи дома не пострадали, после эвакуации постепенно возвращаются на места проживания. Их жилища уже подключены к электроснабжению. По распоряжению Кабмина пострадавшие также получают бесплатный уголь. Тех, кто остался без крова, временно размещают в других жилых помещениях. «В городе Баткен и в области для 250 жителей, чьи дома были разрушены, мы подготовили места для проживания. Кроме того, имеется 8 специальных пунктов, где размещены эвакуированные граждане. Местные власти стараются обеспечить наших граждан всем необходимым питанием, тёплой одеждой и принадлежностями». «Сейчас в селе устанавливают вот такие утеплённые палатки. В МЧС говорят, что внутри держится тёплая температура, а также здесь размещены печки для отопления. В таких временных домах люди смогут проживать до того момента, пока не завершится строительство новых домов». Мадина Низамова, Адыл Уразалиев, Иния Тергешева, Ильтер, Баткенская область.